Привет и спасибо, что оставляете свои комментарии, ведь я также часто беру истории именно оттуда, от вас, моих подписчиков, хотя иногда ищу сам. Ссылка на сайт, где я обычно ищу новости, находится в закрепленном комментарии, и обычным вечером, читая ваши комментарии, я наткнулся на один особенно зацепивший меня. Потому что касается ситуации на Украине, а именно ее изменения за время сотрудничества, как ей кажется, с дружественным Западом. Комментарий написала наша, гражданка Советского Союза, откуда большинство из нас родом. Девушку зовут Марина, и за свою жизнь она успела поведать огромное количество стран Европы и постсоветского пространства, а сейчас девушка живет в России. Впервые попала в Западную Европу, а именно в Вену еще в 96-м. Потом регулярно ездила и по делам, и на отдых от двух до пяти раз в год. Очень много путешествовала на авто по всем странам Европы, да и на Украине бывало часто, ведь у нее там много друзей, как, наверное, и у большинства населения современной России. Всю Италию Марина проехала от Альп и до Сицилии и Ионического моря. Побережье Адриатики, Италии, Словении, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины. И северное побережье Средиземного моря от Генуи до Гибралтара девушка тоже повидала. До 15-го года это были цветущие страны с великолепной туристической инфраструктурой и кучей отзывчивых людей, которые всегда были готовы помочь. Кстати, о помощи. Спасибо моим русским товарищам, которые поддерживают мое начинание, Антону Алексееву, Вадиму, Станиславу и отдельно анонимному солдату, который специально просил отметить, что он находится сейчас на специальной военной операции и все равно смотрит мой канал, потому что он понимает, за что он сражается. Спасибо нашим парням, которые сейчас находятся там, к сожалению, Новый год они встретили не дома, давайте их поддержим, а для тех, кто поддержать хочет наш патриотичный канал, ссылка для доната в описании. Возвращаясь к истории, Марина, как она сама пишет, неоднократно была на Украине в те же годы, что и в Европе. Ведь так очень удобно выезжать в Европу и Украину, девушка помнит, очень похожей на Россию, но со своим особенным и свойственным этой стране национальным подъемом. Было куча ресторанов украинской кухни, рестораны русской кухни, много кто в стране разговаривал на русском, и это было достаточно безопасно, в основном населению, хоть и было тяжеловато. Полностью выстраивать свою государственность и определять свою роль в мировой экономике, но чувствовалась эта независимость и надежда на будущее, которые достигли своего пика во время предвыборной кампании «Зеленого», когда стране активно обещали изменения. Но чего хотели, то и получили, вернемся к Европе. Марина пишет, что все радикально изменилось с разгромом американцами Ливии и нашествием африканских беженцев. Цитата. «Уже в 1918 году в Брюсселе меня тошнило от стойкого запаха мочи и грязи на улицах. В лондонском метро лиц с белой кожей практически не было. В Гетеборге на улицах встречались только группы черноволосых молодых мужчин и подростков в черной одежде. На юге Германии, в Лиувардене, на центральной площади, мы не нашли ни одной пивной с сосисками, только кебабное. А что касается соседней с нами страны, там тоже начали постепенно пропадать рестораны национальной кухни, и население начало нищать, к счастью, на смену качественным и дорогим продуктам. А масло, яйца и овощи раньше в Украине были действительно хорошего качества. Вместо всего этого пришли пластиковые овощи и рестораны быстрого питания из Штатов и Западной Европы. Сюда же добавилась сильная неприязнь местного населения к русскоговорящим и даже сама Марина в компании своих друзей, которые в основном разговаривали с ней на русском, боялась и слово сказать на ее родном языке, а понимать украинскую речь для русского человека достаточно трудно. А это я напомню было все в 15-х годах, а сейчас все гораздо хуже, как для Украины, к которой мы еще вернемся, и я расскажу главное замечание, которое сделала девушка, так и для Европы. В Европе сейчас закрыты многие старинные кондитерские булочные, веками существовавшие в формате семейного бизнеса с уникальными десертами и изделиями, попробовать которые можно было только в конкретном месте. Многие отели закрыты, и места хоть как-то связанные не просто с базовым проживанием, когда тебе нужно где-то поспать и что-то поесть с утра, а действительно интересные места с большой историей. На улицах не убирают мусор, да и зачем, если через несколько часов по этой улице пройдет толпа мигрантов, которая вышла из Макдоналдса, расположенного за углом, и выбросит мусор на улицу. Вонь, темные и полупустые витрины, мало светящихся окон, чаще окна либо закрыты, чтобы, не дай бог, никто не забрался или заперты деревянными ставнями. Так, чтобы можно было безопасно открыть окно вовнутрь дома, хотя и это тоже идея достаточно сомнительная, ведь запах стоит страшный. На центральных площадях, если ты хочешь сделать несколько фотографий на память, сейчас тебе нужно подбирать ракурс, чтобы на фоне, безусловно, красивого собора, на фото не попал лежащий на площади бездонный мигрант. Прощай, немытая западная Европа. Я видела тебя в лучшие цветущие времена, а теперь ты убогая нищенка, добавила Марина. Но девушке повезло лететь самолетом от Аэрофлот в Питер из Германии. Цитата. Я поняла, что Европа с их мизерными самолетиками, где нет места и все сидят друг на друге, и коленки давят передним сидением, я поняла, что Европа отстой. Про поезда немецкого дайчобан вообще молчу. У нас и поспать, и чай в постель в поезде тебе принесут. Тут сидишь пять часов вертикально. Приезжаешь, весь готовый к ортопеду, на куски поломанный. Поезда ждут пассажиров одну или две минуты на станциях. Люди нигде не успевают. Дверь закрывают перед носом. Ужас. В наших поездах даже поезд-проводница задержится. Если человек одной ногой не успел запрыгнуть, есть уважение. На станциях покурить можно в тамбуре. Пусть старые поезда, но обслуживают у нас люди людей, или, может, европейцев, можно понять, кому захочется обслуживать мигрантов, которых с каждым годом становится все больше и больше, а коренное население уменьшается в геометрических прогрессиях. Скажу от себя, сколько раз я ездил в пригородных электричках, и бывает даже безбилетных не гоняют, хотя должны. В Германии такого и в помине нет. Да много чего можно рассказать. Ведущие на телевидении, самые красивые именно в России, элегантно одеты, как с иголочки, такого в Европе нет. И, похоже, не будет теперь и на Украине, ведь, как пишет Марина, не чувствуется больше той национальной сплоченности, что была после распада Советского Союза. Страна как будто стала одной из тех стран Европы, которую она описывала ранее. Закрываются кафе и рестораны, которые существовали веками. На их месте открываются дешевые забегаловки и магазины западных брендов. Массово, как будто бы по щелчку пальцев, культивировался западный взгляд на жизнь, особенно проамериканский, одеваться подростки стали в непонятные, на несколько размеров больше, чем нужно вещи, прямо как в американских гетто. Единственное, что сейчас отличает Украину от той картины западных стран, что описывала Марина выше, это отсутствие мигрантов, хотя это, скорее всего, дело времени. Ведь нужно будет кому-то замещать погибших в результате войны мужчин, и кто это будет делать, свет европейского и американского общества? Конечно, нет. Привезут сотни тысяч мигрантов, отдадут из украинских девушек, которые так близки культурно и духовно к России, что сама эта картина вызывает боль, как и все сейчас происходящее на Украине. Но на этот счет Марина сделала отличный вывод, с которым трудно не согласиться, процитируя его. Так и получилось, отказавшись от всего русского, а по сути от своих корней, наша братская по духу страна показала, что могло бы быть с Россией, продолжив она тенденцию на сближение с Западом, как это было в десятых годах. Да и Европа тоже, как оказалась не так сильна и самобытна, как на то сама рассчитывала, может быть, можно заменить российские энергоресурсы, поток туристов из России и оборвать все связи. Но какой ценой это будет сделано и стоит ли оно того? Россия-ТО восстановится, она и не такое переживала, а что будет с Европой и Украиной через те же 20 лет? На это очень интересно будет посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует...